Праздник на Великой Троице. У нас сегодня так получается, что будет только подготовка к Пятидесятнице. И в следующее воскресенье мы так жестко отпразднуем. Непосредственно излияние Святого Духа. Целую неделю мы будем готовиться, молиться на иных языках. Практиковать дары Святого Духа. Немножко расскажу свидетельства. Эту неделю я работал в городе Бургаси. В нашем медицинском центре. И так Бог побуждал, что я практически каждый день предлагал кому-то помолиться. И Бог исцелил очень много людей. Скажите слава на Бога. Наш Бог живой Бог. Наш Бог е жив Бог. И Он реален и сегодня. И то истински днес. И мы завели такую тетрадь благодарности. И ние сега имаме един бележник за благодарности. Да, потому что благодарности уже очень много. У нас в Бургаси где-то более 200 людей, которые к нам ходят постоянно. И в Бургаси вече имаме повече от 200 клиенти, които идват постоянно. И очень многие из них уже готовы написать эти благодарности Богу. И мнозина от тях вече са готови да напишат тези благодарности к Бога. И первая женщина уже написала благодарность. И первая жена вече писала една благодарность. О том, что когда она первый раз обратилась к нам. Задава, че когато пырвее под силу верно к нам. И у нее один позвонок в грудном отделе торчал. Где-то на 3 или 4 сантиметра. Вот так выпирал. И когда я спросил у нее, что это. И когато аз я попитах, какво е това. Она сказала, что в детстве она упала. И этот позвонок у нее вышел со своего места. И този прешлен излязал извън греба. А сейчас ей уже где-то 65 лет. И сега тя вече е на 65 години. И прошло уже более 50 лет после того случая. И са минали повече от 50 години след тази случка. И она, конечно, подумала, что этот позвонок уже там сростен. Ну, то есть сформировался аплюнный такой анкелоз. Костное образование. И она даже и не думала, что что-то можно с этим сделать. Но когда я предложил тогда помолиться. С елеем помазания. Я просто помолился. И она ушла. И в следующий раз она пришла просто с вытраченными глазами. И она сказала, знаете ли, позвонок встал на место. И я говорю, что это не могу поверить. Потому что я знаю, что это невозможно. И тогда я сказала, что для человека это невозможно. Но для Бога все возможно. И это не моя заслуга. И я не знаю, как Бог это делает. Моя задача была только за вас помолиться. Потому что в послании Якова в 5 главе написано, что если кто болен из вас, то пусть призовут пресвитера в церкви. И помажут елеем во имя Господне. И те ще ви помажат с миропомазване. И молитва вера исцелит болячих. И с молитва на вера ще ви исцелят. Моя задача была помолиться и помазать вас маслом. И моята задача беше да се помоля и да ви помажа с миропомазване. Все остальное работа Бога. И всичко останало и работата на Бог. И она написала нам благодарность на этой неделе. О том, что Бог поставил ей позвонок на место. И в этом году так получилось, что ей поставили злокачественное образование. Рак. И тази година така се получи, что са ей издали диагноз за рак. И, конечно, она пришла и говорит, давайте опять помолимся. И разбирался, тя отново дойде при нас и каза, лека се помолим. И мы опять помолились. И ни отново се помолихме. И опять ночью что-то случилось. И отново през нощта нещо се случи. Я ночью пробудилась от того, что у меня в области солнечного сплетения все сжалось. Тя казва, че през нощта се изсъбудила, защото диафрагмата всичко се изпазмирала. И в моем кишечнике просто была какая-то революция. Я побежал в туалет. Из меня вышла опухоль. Примерно 4 сантиметра. Синего цвета. Я говорю, что это такое, Господи? И Бог мне отсказал, что я получил исцеление от рака. Наш Бог есть Бог, чудесный Бог. И наше Бог, Бог на чудеса. И так же на этой неделе пришла еще одна женщина. И сушила такая, та за 72 девочки, одна жена при нас. И ее мама перенесла обширный инсульт головного мозга. И майкой бульдовалась обширный инсульт на главный мозг. И она принимала это все на фоне антикоагулянтов, которые она принимала, антиагрегантов. И сечку твоя бешенов она антиагрегантику эту и приемла. И ей уже 73 года. И врачи сказали, мы ничего не будем делать. И лекарь ей казали, не, ничего не надо править. Потому что нет никакого смысла. Прошло уже несколько часов. Что-то не имеет никакого смысла. Вече са минали несколько часов. И ее головной мозг залит кровью. И мозг ей вече беше полен со скръв. И если мы даже ей сделаем трепанацию головного мозга. И даже куй направим трепанацию на мозга. Она просто не выйдет из наркоза. Она просто не проснется. Тя просто няманд когда излезет. Упойка нямандоса си будь. И она пришла и говорит, что делать? Тя дуэй при нас и пито как водоправе. И мы опять молились. И не отновас молихме. И Бог открыл о том, что эта душа сегодня. Она находится на этапе подготовки. И мы молились за то, чтобы Иисус Христос лично пришел к ней. И чтобы душа была спасена. Потому что эта женщина находилась в коме. В коматозном состоянии. И вы знаете. Ну я не буду называть ее имя. После молитвы что-то произошло сверхъестественное. Но эта женщина уходила от нас счастливая. Жена заменила от нас счастлива. В сердце был мир. Поэтому не стесняйтесь рассказывать людям об Иисус Христе. Потому что Иисус, Он решение всех наших проблем. Всех человеческих проблем. Но людям надо об этом говорить. И предлагать молиться. Мы были с Натальей на этой неделе. В очень, я хочу так сказать, не побоюсь этого слова. Помазанной церкви. Эта церковь носит название. Городове за Иисус. И тази церковь. Все казва Городове за Иисус. То есть Города для Иисуса Христа. И команда это. Вы знаете как приятно находиться. В команде посвященных служителей. И знаете ли колко е приятно да се намерите в екип на посвятени хора. Когда пастыр посвященный человек. Когато пастырът е много посвятен човек. Очень красивое слово. Всеотдаен. Много красива дума. Всеотдаен. Просто посвященный. Его супруга Мария посвященная. Посвятен. И супругата му Мария е много посвятена. Мы познакомились утром. Мы там ночевали в этой церкви. Утром мы познакомились с обыкновенной чистачкой. Но она работает чистачкой. Ну вот уборщица в этой церкви. На сутринца се запознахме с една обыкновена чистачка. Която работеше в тази церкви. Но это благословена сестра в Господе. Но това е благословена сестра в Господе. Настолько посвященная Богу церкви. Толкова е посвятена на Бога и на церквата. Что она просто купается целый день во Святом Духе. Она говорит, я включаю в церкви телевизор, христианское телевидение, БХТВ, ТБН, есть Пловдивское христианское телевидение, есть телевидение Церкви Благовестия, и говорит, целый день я слушаю, 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 переливаюсь в Слове Божьем. И она просто пропитана Духом Святым. Слава Богу за такие церкви, что такие церкви есть. И у меня тема проповеди сегодня именно об этом. Тема сегодняшней проповеди это честно, это истина и это справедливо. И это место написано в послании к филиппийцам, 4 глава. И два места написано в филиппиане, 4 глава. 8 стих. 8 стих. Слава нашему Богу. Вы на проекте можете прочитать перевод на болгарский язык. И также я сегодня прочту одно уникальное место в Евангелии от Матфея, 7 глава. С 22 стиха. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И послушайте внимательно. Всякий, кто послушает сии слова Мои и не исполняет, то есть слушает и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он не упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу, и вы знаете, я сегодня хочу задать вам первый такой вопрос. Слава нашему Богу, я искам да задам первый вопрос. Очень важно уметь задавать правильный вопрос. И вы знаете, придет время, когда люди будут говорить Иисус Христу, но мы же пророчествовали Твоим именем. И еще дори времето, когда хората ще казват, ние сме пророковали через Твоето имя. Но мы же больных исцеляли, мы молили за них с помазанием. Исцелявали сме болники, и сме молили через Твоето помазание. У нас была така власть, что мы бесов изгоняли. И Иисус Христос тогда скажет им. И Иисус Христос ще им оговори. Буквально написано, объявите им. Пише буквально, още им обяви. Я никогда не знал вас. Аз никога не съм ви познавал. Отойдите от меня. Махнете се от мене. Делающие беззаконие. Вие, които вършите беззаконие. Хотели бы вы сегодня узнать, как нам, христианам, знать, что Иисус Христос нас знает? Бихте ли искали да знаете днес дали, като христиане Господь не познава? Как нам не попасть в такую ситуацию, когда мы исцеляем, изгоняем бесов, пророчествуем, истолковываем иные языки, говорим на иных языках? И когда не попаднем в такая ситуация, че да можем да исцелявам, да пророковам, да изгонываем бесовите? А потом Иисус Христос нам скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Кто-нибудь сегодня хочет узнать ответ? Или вы все уверены в то, что Иисус Христос вас знает? Кто-то хочет узнать сегодня? Поднимите руки. Обратная связь. Аллилуйя. Давайте мы тогда потихонечко начнем. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна. Некой утворим Евангелие от Иоанна. Пятнадцатая глава, пятый стих. Пятнадцатая глава, пятый стих. И здесь написано, Иисус Христос говорит. И тут Иисус Христос сказал. Я и семлоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без Иисус Христос, ибо без меня, не можете делать ничего. Без Иисус Христос мы не можем делать ничего. Без Иисус Христос мы не можем направить нищу. И знаете, здесь речь идет о... И сегодня речь будет идти вся проповедь о посвящении. И тук става дума и днешната проповедь ще говори за посвящението. Насколько ты посвящен Иисус Христу? Насколько ты посвящен по местной церкви? Насколько, например, апостол Павел пишет, приветствуйте брата Стефана? Приветствуйте Стефана. Потому что он посвятил себя. И таких имеете в почитании. Смотрите, по Писанию, посвящение по местной церкви есть реальное отражение того, насколько ты посвящен Иисус Христу. Реально. И според Писание, това, колко си посвящен на местная церковь, означава, колко си посвящен на сами Иисус Христу. Реальная любовь к брату или к сестре, показатель того, насколько ты реально любишь Иисус Христа. Апостол Иоанн пишет о том, что если ты говоришь, что ты Бога любишь, а брата ненавидишь, что ты лжец. Если вы слышите людей, которые говорят, ну, я был когда-то в церкви, это была церковь, такая хорошая. А сейчас я прохожу в церковь, но это совсем не та церковь, которую я искал. И ако виждате хората, които казват, някога съм ходил на церковь, и толкова ми харесваше, толкова добре се чувствах, пак сега не ми харесва. Ну, ладно, я потом куда-нибудь поеду, найду, я знаю, там есть такая-то церковь, которая, ну, точно соответствует всем моим ожиданиям, и буду туда ходить. И потом едет туда, и обходит опять много церквей, и всегда недовольный. И потом вспоминает о том, что у всех церквей, где я был, ну, вот, наверное, вот, только вот в той-то церкви было более-менее хорошо. Во всех остальных мне не понравилось. Но потом выясняется, что во всех церквях, где он был, он всегда был недоволен. И после се указывает, что во всички церкви, в които я был, винаги я был недоволен. Не верьте таким братьям и сестрам, потому что это все равно, что быть недовольным Иисусом Христом. Не веруйте на такива, братья и сестры, защото това е подобно на това, да не сме доволни от самия Иисус Христос. Хорошо быть посвященным той церкви, в которой ты сейчас находишься. И добре да сме посвятены на унази церкви, в която се намираме сега. Ифа говорит о том, что хорошо наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Нет жизни вчера и там. И не будет жизни завтра и тоже там. Жизнь, она только здесь и сейчас. И вот насколько ты посвящен здесь и сейчас. Это факт, показатель твоей истинной любви к Иисус Христу. Я еще раз вам напомню то откровение, которое я получил еще при уверовании. Я был студентом четверта курса медицинского института. Аз бях студент на четвърти курс в медицинский университет. И изучал логику. Была така дисциплина. Имаше такава дисциплина. И в 25 лет я уверовал. И на 25 години аз повервах. В 91-м году. През 91-го година. И мне подарили Библию, я начинаю ее читать. И мне подарих Евангелие. Аз започнах да го читам. И я читаю первые заповеди. Мы все их знаем. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, всей силой своей. И возлюби ближнего как самого себя. Я прочитал эти заповеди. И так как я изучал логику. Я задал Богу вопрос. Господи, это нелогично. Господи, това не е логично. Абсолютно нелогично. Что нелогично? Кое? Если я люблю тебя всем сердцем. Ако аз обичам тебе с целото си сердце. У меня не остается сердце, чтобы любить своего ближнего. На мен не ми остава сердце, чтобы любить своего ближнего. Если люблю тебя всем разумом. И ако обичам тебе с целия си разум. У меня не остается разума, чтобы любить ближнего. Не ми остава разума, чтобы любить ближнего. Где логика? Где логиката? Если я люблю тебя всем своим существом, крепостью, силой своей. У меня не остается ничего для своего ближнего, на самом деле. И вы знаете, Бог тогда мне ответил. Я даже думаю, что именно в этот момент я получил рождение свыше. Я услышал четкий, ясный, тихий голос. Твоя задача — любить меня всем сердцем. Твоя задача е да ме обичаш с цялото си сердце. А пак да обичаш ближния си, това не е твоя задача. В тот момент, когда ты будешь любить меня всем сердцем, я, Бог, буду любить через себя, всем своим сердцем твоего ближнего. И это было мощное откровение на то время. Я понял, что мне не надо стараться любить свою любовь. Потому что человеческая любовь, она очень ограничена. И в другом месте я получил подтверждение этого. Вы помните, апостол Павел буквально восклицает. Бог мне свидетель. Что я люблю вас. Че аз ви обичам. Любовью Иисуса Христа. Не своей любовью. А любовью Иисуса Христа. Можете сказать на это аминь. Не пытайтесь любить свою любовь. Очень быстро разочаруетесь. Пойдем дальше. Ивангелие от Иоанна 21 глава. С 13 стиха. Я не буду читать все это место, потому что оно очень длинное. Вы эту историю все прекрасно знаете. Здесь описывается история, где Иисус Христос опять явился ученикам после воскресенья. Иисус сам поймал рыбку. Сам ее на костре поджарил. Меня это умиляет. Я бы очень хотел, чтобы Иисус Христос для меня, когда он приготовил трапезу. Аз много бих искал Иисус Христос да сготви трапеза за мен. И на самом деле Иисус Христос приготовил сегодня трапезу. Сегодня у нас будет трапеза Господня. И в сущности Иисус Христос е приготовил трапеза днес за нас. Днес что имаме трапеза. И у Иисуса Христа состоялся диалог с Петром. Помните, да? И Иисус Христос имаше един диалог с апостол Петром. И он трижды спросил у нее. Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? И Петр каждый раз отвечает Да, я люблю тебя, Господи. И потом Иисус дает ему заповедить Тогда паси Агнцов моих. И опять задает ему тот же самый вопрос. И через какое-то время опять задает ему тот же самый вопрос. Знаете, я читал очень много толкования этого места. Одно толкование мне больше всего нравится. И я думаю, что оно истинное. На самом деле в этом месте Иисус Христос задает разные вопросы. И все упирается в древнегреческий язык. Каждый раз перевод слова «любишь» Оно имеет разное значение. И первый раз, когда Иисус Христос спрашивает На самом деле Он спрашивает «Любишь ли ты меня всей своей силой?» А так как Петр был сильным, крепким человеком И ты, как у Симеона был много силен человеком? Рыбак профессиональный. Истинский рыбарь? Он с радостью ответил «Да, конечно, я тебе всей силой, я за тебя готов». Как он говорил, порубать, да, там, душу свою отдать. И там мечом отрубил воину уха. То есть Петр своей силой доказал, что он любит Иисуса. Когда Иисус Христос задает второй раз вопрос. Слово «любить» с древнегреческого «филио» Приятельская любовь, дружественная любовь, ментальная любовь, Любовь на уровне души. Любишь ли ты меня всей своей душой? Думаю, это любовь «филио» нагрецкий означало приятельству. Да, «филиос». Приятельская любовь. Приятельская любовь. И опять же, Петр радостно, свободно отвечает «Да, я люблю тебя». Всем своим разумением, всей своей душой. И отново Петр казва «Да, аз тебя обичам с цялото си разумение, с цялата си душа». То есть, о чем спрашивает Иисус Христос? То есть, за какво пита Иисус Христос? На самом деле Иисус Христос спрашивал Петра на первое заповеде. Всъщност Иисус Христос го е питал за первата заповед. Петр понял же, кто перед ним, что перед ним сам Бог, человеческая плотия. И Петр вече разбира, кой е пред Него, че пред Него истински е Бог в человеческой плот. И Бог спрашивал вас «Любишь ли ты меня всем своим телом, силой, крепостью, умом, разумением?» И Господь го пита «Дали го обичаш с цялата си сила, крепость, разум?» И Петр отвечает ему утвердительно. И Петр много твърдо му отговаря. Но третия раз Иисус Христос спросил любовью Агапа. Но третия път Иисус го пита «Убичаш ли меня с любовь Агате?» И вопрос этот прозвучал так «Любишь ли ты меня всем в своем сердце?» И този вопрос звучеше като «Убичаш ли меня с цялото си срце?» А несколько дней тому назад Петр обещал отдать свою душу за Иисус Христа Но чуть позже трижды отрекся от Иисус Христа. Но помните? Някако время Той три пъти се отрича от Иисус Христос. То есть Той не издержал своето обещание. Он обещал отдать свою душу, но не отдал ее. Той обещал да си даде душата, обаче не я и дал. И более того, он отрекся от своего Господа Иисус Христа. И най-вече Той се отрекал от своего Иисус Христос. И я думаю, что вот этот вопрос Петра просто сокрушил до основания. Любишь ли ты меня всем в своем сердце? И мисля, че този вопрос напълно е съборил Петър. Обичаш ли меня с цялото си сердце? И Писание говори, что Петр опечалил се. И Писанието казва, че Петър се затъжил. Но все-таки он ответил, Господи, Ти знаеш, что я люблю Тебя. Но все пак Той казва, Господи, Ти знаеш, че я Сто обичам. Потому что Петр на самом деле любил Иисус Христа всем в своем сердце. Защото Петър всъщност е обичал Иисус Христос с цялото си сердце. Просто ему не хватило мужества. Само, че не му изтихало достаточно мужества. Просто у него была жена. Той си е имал жена. Просто у него были дети. Имал деца. И он не хотел умирать таким молодым. И не е искал да умира толкова млад. И он с малодуша стал. Но он любил Иисус Христа. Но Той обичал Иисус Христос. И Иисус это та личность, которую невозможно обмануть. И Иисус Христос е онази личность, която не може да се излъжа. И Петр сказал, Ти видишь мое сердце, Иисус. И Петр казал, Ти видишь моето сердце, Иисус. Ты знаешь, что я люблю Тебе. И Ти знаешь, че я с Та обичам. Мы понимаем сейчас, какие вопросы прозвучали. Ви разбирате ли какви въпроси? Сегодня Иисус Христос с каждому из вас обращается. Любишь ли Ти меня? Днес Иисус Христос се обръща към всеки един от вас. Обичаш ли Ме? Всей своей силой. С цялата си сила. С цялата си крепость. И самое главное, всем в своем сердце. Вы знаете, я приведу такой простой пример о том, что жениху очень важно. Что жениху важно? Ще би дам един лесен пример. Какво е важно за младоженица? Конечно, каждый жених хотел бы, чтобы невеста пришла к нему не ради того, что он имеет. Всякий младожениц би искал невестата ему да дойде не заради това, което има. А ради него самого. А заради него самия. Аминь или не аминь? Каждому би жениху хотелось, чтобы невеста его сильно любила. Всем сердцем. Всякий младожениц би искал невестата ему да го обича с цялото си сердце. В Америке произошел однажды такой случай. Это истинная история. Один американец выиграл крупную сумму денег под один миллион. Един американец спечелил една голяма сума. Где-то около чуть больше 900 тысяч долларов. И представляете, какова е голямка сметлея, да я скажу так, на болгарском языке. Какая удача. Уже через неделю он встречает любовь всей своей жизни. И след една съемница, той срещает любовь на целия си живот. Вдруг появляется возле него блондинка. Виднаш, пред него се появява една блондинка. Ну, просто мечта. Направо мечта. И она была с ним. И тя била с него. Они помолвились. Те се сгодили. И она была с ним ровно столько. И тя била с него точно толкова. Сколько у него были деньги. Колкото имал пари той. Когда деньги закончились, она просто исчезла. И когато пари ти свършили, тя просто исчезла. Я вот сегодня говорю о том, что Иисус Христос это такой жених. И аз днес говори за това, че Иисус Христос е такъв молодоженец. Которого вот так вот не обманяш. Когото не можем да изложим. Потому что он не смотрит на внешность человека. Защото той не гледа как изглежда човек. Писание говорит, что он смотрит на сердце. И писанието казва, че той гледа сърцето. И сегодня я хочу дать вот этот ответ. И днес аз искам да дам този отговор. Как нам быть уверенным в том, что Иисус Христос нас знает. Когда будем сигурны в тваче, Иисус Христос не познава. Давайте мы все вместе откроем пророка Иеремия. Неку утворим пророк Иеремия. 29 глава. 29 глава. С 11 стиха. Вот 11 стих. Я прочитаю на русском языке. На проекторе можете прочитать на болгарском. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ибо зовете ко мне и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете. Если взыщите меня, всем сердцем вашим. Ответ понятен? Мы можем найти Бога только тогда, когда мы ищем Его всем своим сердцем. Что у Иисуса Христа не проходит? У Иисуса Христа не проходит полумера. Не минава полумярката. Ну, Иисус, я люблю Тебя на 60% точно. Я раз в неделю буду ходить в церковь. Я буду благословлять церковь финансами. Ну, 40% я все-таки, ну, я буду жить так, как я хочу. Бог не примет ни 60%, ни 70%, ни 90%. Только всем сердцем. Само с цялото си сердце. И только полное посвящение. И само с пълно посвящение. Почему так? Защо така? Кто-то может не согласиться. Някой может да не се согласи. Почему моя проповедь сегодня называется «Это справедливо». И за что моя проповедь сегодня называется «Справедливо». Это честное. И это истина. Истинно. Вы знаете, почему? За что? Вы знаете, я немножко расскажу про послание церквям в книге Откровения, 2-я и 3-я главы. Днес, Аш, тебе расскажем малку из первой главы Откровения за послание к церкви. Давайте мы запомним вот этот вопрос. И нека запомним този вопрос. Почему Иисус Христос не принимает любви от сердца на 90%? За что Иисус Христос не принимает любви от сердца на 90%. Вы знаете, в посланиях мы читаем, Иисус Христос обращается к разным церквям. Ефесии, Сардисии, Филадельфии и так далее. Обличает, наставляет церкви, поддерживает их. Двум церквям Он не написал ни одного замечания. Это церковь Сардисии. И церковь Филадельфии. И церковь Он говорит, хорошо в тебе то, что ты хранишь мои дела. Не ваши дела, не наши дела, а дела Иисуса Христа. Первой церкви Он говорит, только то в тебе плохо, что ты оставил первую любовь твою. Ты оставил первую любовь твою. Посмотри, с какой высоты ты упал. Церковь Ефесии любила первую любовь. Знаете ли, какова е первая любовь? Это не наша первая любовь. Писание говорит, что не мы первые возлюбили Бога. А что говорит Писание? Он нас первые возлюбил. И Он возлюбил нас всем своим сердцем. Без остатка. И я изучал вопрос о наградах. Какие награды звучат от Ефесской церкви и до Церкви в Лаудикии? И награды, конечно, прекрасны. В одной церкви Он говорит, дам тебе новое имя. В другой церкви Говорит, сделаю тебя столпом в храме. И вот логически, я бы так предположил, что последняя церковь, церковь в последнее время, период Лаудикии, и, като помислял логически, последняя церковь, церковь на Лаудикия, тот период, в котором мы живем сейчас, она в самом плачевном состоянии. Тя и в най-тыжном состоянии. Какую награду она может получить? Каква награда может получить тя? Та церковь, которая возомнила о себе. Та церковь, которая провозгласила, я богата, я разбогател, и ни в чем не имею нужды. А на самом деле она была и нищая, и нагая, и слепая, и кака угодно. Иисус Христос обличает эту церковь. Иисус Христос обличала тази церковь. И говорит ей, купи у меня. И Той казва, купи от меня. Смотрите, Иисус говорит, Иисус говорит о бизнесе. Вижте, Иисус Христос говорит за бизнес. Говорит, купите. Той говорит, купите. Заплатите валюты. Платите и с валюта. Валюта небесного царства. Валюта на небесното царство. Существует ли такая валюта? Има ли такая валюта? Говорит ли об этом Писание? Говорит ли за това нещо Писанието? Писание об этом говорит. И Писанието говорит за това. И смотрите, что говорит Писание. Иисус Христос искупил нас. Ни серебром. Золото в Божьем Царстве не имеет никакого значения. Там будут улицы раскатывать золото. Золото-то не имеет никакого значения на небесах. Там улицы, которые будут покрыть золото. Ни серебром и ни золотом. Самый драгоценный металл на земле. Но чем? Но драгоценной кровью Иисуса Христа. Искуплены мы для вечной жизни. И второе место, которое говорит о валюте. И это написано послание к римлянам. И там написано не оставайтесь должными никому и ничем. Кроме помните все, что Телесей? Что там написано? Кроме взаимной любви. Освен взаимната любовь. Вот там на небесах есть уникальна валюта. И там на небесах има уникальна валюта. И это любовь. Това и любовь-то. Это драгоценная душа Иисуса Христа. Твой ископоценната душа на Иисус Христос. С помощью которой Он заплатил за нас самую дорогую цену. С помощью которой Он заплатил за нас на ископота цена. Сможете ли Вы сравнить, что кто-то пострадал за Вас или отдал душу, или кто-то заплатил за Вас серебром? И вы знаете, почему у Иисуса Христа любовь всегда взаимная? Когда ты узнаешь, как любит нас Иисус Христос, что Он за нас все отдал. Оставил небеса. Оставил свой трон. Снял свою корону. Примахнул си короната. Позволил одеть терновый венец на свою голову. Позволил да сложат трени върху главата Му. И вбить этот терновый венец. И да го забият този венец. Это очень дорогая цена. Това е много скъпа цена. И ни с чем ее сравнить нельзя на земле. И с нищо на земле не может да се сравни. И когда ты узнаешь о том, как любит тебя Иисус Христос, и когда ты разберешь за това, колко ты обичай Иисус Христос, эта любовь не может быть невзаимной. Тази любовь не может да не е взаимна. Амин или не аминьки? Амин. Когда ты узнаешь, что кто-то тебя так сильно любит. Когато ти разбираш, че някой тебя обичат толкова много. И смотрите, это психология любого жениха. И това е психология на всеки един младоженец. Жених очень легко идёт на вот этот союз, на вот этот брак. Той много лесно отива към този союз, към този брак. Невеста с удовольствием, да, от сего сердце говорит своё да. Невестата с голямо удоволствие казва да. Когда они оба знают, что они любят от сего сердца. Это самый основной критерий. И това е най-основният критерий. Можете сказать на это аминь? Можете да кажете аминь? Это сразу ответ да. О том, что когда я узнаю, что невеста любит меня всем своим сердцем, она посвящена мне, она готова за меня душу свою отдать, я готов в ответ отдать за нее свою душу. Когда узнам, че невестата е готова да си деделит душата, е готова да направит всичко за мен, а с радушкой каже, да, без да се замисля. И вот мы узнали о том, что Иисус Христос души своей не пожалел. Ние разбираме за това, че Иисус не си е пожалил душата, така пише. Любовство доказал тем, и е доказал любовта си с това, что умер за нас, че умрял за нас, когда мы были еще грешниками. Когато още сме били грешни. Едва ли кто умрет за праведника, нет, за нечестивого, едва ли някой ще умре за нечестив човек. Едва ли можно умирить за праведнего человека, едва ли някой ще загине за праведен човек. Но Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще нечестивыми, так написано. Его любов покрила все наши грехи. А мыла от всякого беззакония. И уже приняла нас. Можете сказать на это аминь? Знаете, я уже заканчиваю. Аз вече приключвам. И вот эта награда, последняя награда, и тази последната награда, мы живем в лаудикийский период, Иисус Христос обращается к лаудикийской церкви, Он обращается к нам, и Он говорит, все стою у двери и стучу. И Той казва, аз стоя до вратата и чукам. И кто отворит мне, и който ми отвори, к тому войду, при онзи ще вляза, и вечеря любви сотворю. И ще сотворя вечеря на любовта. И вы знаете, в чем вообще феномен в от этого места? И в какво се стои феноменът на това място? Феномен заключается в том, что Иисус Христос в лаудикийский период стоит вне церкви. Феноменът е в това, че Иисус Христос стои извън лаудикийската церква. Он должен быть внутри сердца. Той трябва да е вътре в сърцето. Иисус Христос стучи са обычно в сердце неверующего человека. Иисус Христос обикновенно хлопа в сърцето на неверующий человек. Стучатся в церковь, это его храм, это его дом. Стучатся к себе домой, вместо того, что в свободно открытие, и зайти к себе домой. Да хлопа на церква, която всъщност е неговият дом, вместо да се отключи и да влезе. Но эта церкова заявила, я ни в чем не имею нужды, в том числе и в Тебе, Иисус Христос. Мы не нуждаем се. Иисус видит, что мы сегодня в очень тяжелом состоянии находимся. На самом деле, мы сейчас настолько запуганы, настолько просто вот в этих соблазнах, в этих просто вот делах, в суети находимся. И сега сме толкова изплашени, и сме толкова суетни в всички тези дела. Столько отвлекающих моментов. Столько неща не разсееват. Столько соблазнов. Толкова соблазни имаме. Что Иисус Христос нам не нужен чаще всего. Мы на сегодняшний день все имеем. Днес имаме всичко. У нас есть что поесть. Имаме какво да едем. У нас есть что одеть. Имаме какво да обличем. У нас есть жилище. Имаме сежилище. И в принципе мы ни в чем не нуждаемся. И всичко не се нуждаем от нищо. И многие сегодня задают вопрос християне. А зачем нам вообще Иисус Христос? И мнозина християне си задават вопрос и за что изобщо не треба Иисус Христос? Что Он может нам дать? Какво изобщо можеш да ни даде? Я слышал этот вопрос совсем недавно. Аз чух в този вопрос совсем наскоро. Я сегодня спрошу вас. Что нам може дать Иисус Христос сегодня? И днес я ще ви питам какво можеш да ни даде Иисус Христос? Вечную жизнь. Вечен живот. Мало ли это вечная жизнь? Мало ли этого вечен живот? Знаете, я вот в своей жизни ну я прошел в спецподразделение очень много боли. У меня было очень много заболеваний. Подросткам я перенес форункулез хронический. Мой живот аз приживях спецподразделение приживях много заболеваний. Проблемы с зубами. Я в 15 лет принес шок. На 15 години аз приживях шок и имах много проблем с зубитой. Да, просто делали манипуляцию и нанесли мне такую страшную боль и я с тех пор отказался от стоматологов. Проехали мои дни манипуляции и почувствовали толково силу на болко че завинаги я сказал себе так что стоматологом я больше не ногой. Я сказал, че на зубле крепой и когда у меня происходили проблемы с зубами и зуб начинал болеть я своими руками его расшатывал и своими руками его просто вырвал. Где-то 6 или 7 зубов я вырвал собственными руками. Без наркоза я знаю, что такое боль. И что я хотел сегодня сказать и когда тебе страшно больно спасает одна мысль только одна мысль что рано или поздно это закончится. И вот сегодня я хочу вам сказать такую мысль это моя мысль мое откровение и моих мислов есть два места где уже никогда не закончатся. Если человек попадает в ад и там его постигнет страшная боль и страшные муки так говорит Исус Христос это уже никогда не закончится. И това никога няма да приключи. И вот эта мысль рано или поздно это закончится ее там уже не будет. Но есть другое утешение что там на небесах Иисус не хочет чтобы мы попали в ад. Он хочет все его желание желание его сердца его мечта мечта Бога чтобы все спаслись написано и достигли познания истины. Единственное желание и всички да се спасет и допознает истината. И там будет невероятная радость невероятная благодать невероятное счастье и невероятное счастье и это тоже уже никогда не закончится. Вас это радует как-то? Това радовали вы? Пусть нас это утешает но с таким устремлением чтобы спасать всех наших близких людей которые нам дороги на самом деле дальних людей всех скажи аминь я уже заканчиваю слава нашему Богу и вот нашего жениха не обманешь правда? Иисус смотрит на твое сердце я утвердительно вам скажу это честно и я ще ви кажу утвердительно че това честно на тот вопрос Господи ну может быть что ты ожидаешь от нас почему ты требуешь от меня всей моей жизни всего моего сердца я же и так я же и так тебе очень много времени посвящаю только по одной причине потому что Иисус Христос отдал тебе все свое время сегодня в Духе Святом он непрестанно нас окружает написано Господь знает своих и пише че Господь познава свои хора мы сегодня пели песни где воспевалась о том что Он наш Бог и мы Его Бог мой в тот момент когда Ему полностью посвящен Господь е мой когато аз съм напълно посвящен на Него потому что Бог полностью посвящен мне это справедливо я скажу вам это справедливо я скажу вам это очень честно я скажу вам это истина потому что так написано потому что это реально произошло в Духовном мире и это уже никогда не изменится и вече никога няма да се промени и затова нека се устремим кем спасение не только своему но и на нашите близки и далечни слава нашему Богу мы будем плавно переходить к трапезе Господни у нас сегодня гости в церкви нет 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 Продолжение следует...